Всем привет, друзья, с вами Realize. Сегодня мы попробуем пройти финального босса на данной стадии игры в Морозных Землях. Зовут его Мистер Фрост. Как обычно, знакомимся с его описанием. Наносит смешанный урон, то есть и физический, и магический. Владеет смертоносной техникой Ледяной Кулак. У него очень большой показатель здоровья, защиты, атаки и уклонения. У данного босса также имеется охрана, которые вроде бы маги, но при этом они наносят еще и физический урон. То есть опять это смешанный у нас урон получается, и танк нам надо собрать на физическую и на магическую защиту. Суммарная мощность этой точки составляет 6000, моя мощность 5761. Я не дотягиваю до этой мощи, но посмотрим, получится у меня убить его или нет. На самом деле босс довольно-таки сложный. Мой отряд состоит из 5 бойцов. Это танк, 2 лучника и 2 мага, которые наносят магический урон в виде огненного шара. Единственное, что бы я вам посоветовал, не ходите лучниками в эту точку, особенно если вам не хватает мощности. И давайте мы луки поменяем с вами на кинжалы, чтобы была телепортация за спину, и мы быстрее вырезали охрану вот этого босса. Есть еще один момент, мне не очень понравилось ходить с мечом на этого босса, потому что мой танк тупо до него не добегает и постоянно его босс отталкивает. Давайте попробуем вместо меча взять какое-нибудь ружье. Мой выбор пал вот на это ружье, к сожалению у меня нету редкого, только зеленое. Здесь бонус отталкивает врагов назад и плюс еще снижает им броню на 8000. Возможно вот это вот как раз таки нам и поможет. Ну давайте попробуем, если не получится, то мы заменим магов на каких-нибудь тоже разбойников, либо танков. Заклинание я беру с собой призыв скелета, потому что на первом уровне они вызывают три скелета на поле боя. Не важно сколько там у них здоровья, самое главное, что враг на них отвлекается и вы выигрываете немножко времени. Ну и давайте попробуем, что у нас из этого получится. Сразу, наверное, будем призывать скелетов, чтобы тоже они немножечко отвлекали. Наши разбойники вырезают охрану. Давайте еще сейчас будем вызывать скелетов. В принципе, вроде пока все получается, но я буду по КД призывать скелетов, потому что хочу эту точку пройти с первого раза. Как вы видите, очень много здоровья у нашего босса, но я думаю мы справимся. Хотя у меня все практически уже убитые. Отлично, мы прошли с вами босса. Давайте посмотрим, какую награду нам за это дали. Произошел очень интересный баг, потому что у нас отображается точка в морозных землях как непройденная. То есть, если мы ранее убивали каких-то боссов финальных, они просто пропадали с карты. Здесь этот босс остался, мы заходим и точка у нас пройдена. Сундук нам дали, но при этом босс продолжает отображаться и в следующий момент не вылезли никакие диалоги по сюжетной линии. То есть, мы просто прошли босса и тишина. Ну, давайте откроем сундук, хотя бы посмотрим награду. Выпало нам хорошее кольцо на танк, но оно зеленое. Для зеленого кольца все равно статы довольно-таки отличные. И вот такой вот морозный посох свежести, который замораживает врага и наносит определенное количество урона. Но я не люблю такие посохи, может быть я с ним побегаю какое-то время. Больше мне нравится, конечно, с магическим уроном в виде огненного шара. Вот и все, друзья. Можно сказать, мы прошли всю игру, закончили сюжетную линию. Следующая локация откроется у нас в середине мая, как обещали разработчики. На этом я буду заканчивать видеоролик. Надеюсь, что моя стратегия кому-то сможет пригодиться. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем, друзья, удачи. Всем пока.